друзья всем привет добро пожаловать на мой канал чтобы понимали это мое пятое и последнее видео back to school и это просто сумасшествие я иду в 11 класс и в следующем году я буду снимать это видео уже как студент поэтому сейчас мы с вами выдвигаемся за покупками канцелярии и разных других школьных штук вот эти тетради тоже очень удобного размера но они не на кольцах это реально проблема я уже минут 15 не могу найти черную шарик в ручку я реально нашла уже практически все кроме видео я не знаю где они итак в этом году я судьбу канцелярию покупала в магазине метро кэшн кэри по сути это даже не магазин который специализируется на канцелярии это обычный гипермаркет в котором ты можешь найти абсолютно все знаете как грустно это не звучало но к истине ты действительно приходишь только к одиннадцатому классу что эти 30 цветовыделителей 20 ручек фламинго и 3 пенала на самом деле тебе нафиг не нужны ты этим просто не будешь пользоваться и это так и пролежит до следующего сентября и самая простая канцелярия на самом деле оказывается самой практичной и пользоваться будешь ты только ей поэтому в этом году не будет никакой супер масштабной распаковки тем более сказать честно когда ты учишься на дистанции у тебя в любом случае нет столь огромного расхода канцелярия например элементарно потому что раньше мне приходилось покупать 20-30 тетрадей для каждого предмета плюс какие-то тетради на прозапас черновики или тетради которых ты будешь вырывать двойные листочки сейчас тетради по половине школьных предметов я веду на айпаде в вот этой вот программе она действительно заменяет тебе все школьные принадлежности имеет только айпад и apple pencil для тех кто любит делать конспекты как я это реально крутая вещь потому что там есть абсолютно все инструменты от набора текста с помощью клавиатуры до ручного написания карандаши и линейки текстовые делители можно прикреплять какие-то фотографии схемы таблицы тем не менее в этом году я взяла три большие тетради для тех предметов по которым я буду готовиться к егэ потому что как бы то ни было подготовка к экзаменам требует с тебя особой нарешиваемости как я готовлюсь к профиль математики и для таких случаях конечно же намного удобнее обычные тетради особенно большого размера об этом я узнала как раз таки когда ушла на домашнее обучение две из них у меня на обыкновенной спирали первая просто какая-то серо-белая с надписью и вторая еще проще белая с какой-то тонкой черной рамочкой и той же самой надписью эти две как я уже сказала на спирали и третью я взяла на кольцах она подобна вот этой только в розовом оттенке неё при необходимости можно будет добавлять листы просто напросто открыв вот эти кольца но честно говоря я надеюсь мне это не понадобится давайте идти дальше о май гад я забыла наверное о своей самой долгожданной покупки я сейчас все покажу в общем я вам рассказывала уже что я очень люблю бренд боя у меня все косметички от бренда боя так вот это пенал из их моей самой любимой и махровой ткани и внутри у них такая желто-белая обивка в клетку и кстати вы видите этот брелок на нем написано аня рука я решила позаботиться о своем учебном между прочим макбуке которые транспортируются в не лучших условиях я заказала ему вот такой чехол у него получается ткань такая же как у этого пенала внутри кстати это очень приятно они еще положили комплект резинку для волос графики с того момента как я стала учиться дома я забыла о существовании синих ручек и сразу же перешла на черные наборе их 12 штук вот так вот они выглядят в целом абсолютно обычные ручки никаких сердечек никаких бабочек я терпеть не могу гелевые ручки я никогда ими не пишу возможно только у меня конечно так получается что после написания я своей же рукой размазываю чернила по странице и в итоге получаю грязную руку и грязную страницу но тем не менее как раз таки для егэ я взяла набор тоже эрик краузер гелевых ручек кстати говоря да кто в этом году также сдает огэ обязательно ими запаситесь не повторяйте моих ошибок а еще знаете мне их с такой неохоткой давали также из самого базового это карандаши тоже эрик краузер это набор из трех карандашей пастельных оттенков фиолетовый розовый и желтый я уверена что мне их на год точно хватит я не хожу физически в школу поэтому мне их некому раздать или потерять также конкретно для них я взяла вот такую штуку как ластик так и точилка с вот этой стороны находится точилка вот сюда вставляешь карандаш и собственно его точишь очень хороший вопрос как вот отсюда отдаются опилки потому что вот эта сторона она не открывается но вообще вещь прикольная как я уже сказала в этом году я хочу уделить особое внимание своему рабочему столу и мне очень важно чтобы на его поверхности был какой-то блок с листиками или со стикерами где можно было бы что-то экстренно записать или ставить какую-то напоминалку это бумага для записи которая уже находится в пластиковом контейнере будет очень аккуратно выглядеть сейчас я ее хочу распаковать как раз таки ножницами которые я купила вот вот так вот симпатично это все выглядит их слишком много они выпадают кстати говоря да ножницы тоже зачет я где-то потеряла все свои старые я их не могу найти пойду взяла новые они такие относительно небольшие очень удобные конечно да и на меня еще не до конца застала поэтому к своим прошлогодним реально 30 и текстовыделителям я взяла набор из вот таких четырех маленьких текстовыделителей 4 малыша очень кстати удобные и такие красивые пастельные оттенки девочки на западном ютубе действительно очень много крутых и вдохновляющих роликов на тему учебы которые я сама постоянно смотрю но к сожалению не всем всегда понятно что именно говорят зарубежные блогеры из-за нехватки знаний иностранного языка недавно я открыла для себя крутую фичу от яндекс браузера и хочу снова поделиться ей с вами сервис облегчает просмотр видео на иностранном языке благодаря нейросетям как это работает я открываю яндекс браузер далее я выбираю понравившееся видео и смотрю его в русскоязычной озвучке и так во первых я студентка стоматологического факультета и мне кажется что за время учебы в стоматологической школе я кое-чему научилась перевод кстати доступен шести языков английского итальянского французского немецкого китайского и испанского еще одна вещь которую я решила поместить на свой рабочий стол я никогда не пользуюсь ежедневниками поэтому мне кажется эта вещь мне будет очень удобно если нужно будет записать какое-то важное дело или какой-то дедлайн по учебе я думаю вы уже поняли что я безумно люблю все пастельные оттенки поэтому я не могла не купить скрепки вот в таком прозрачном контейнере знаете это кажется настолько бессмысленной покупкой но нет нет да они пригодятся ими очень удобно скреплять какие-то бумаги или прикреплять листики к странице тетради я почувствовала острую необходимость в разноцветных стикерах узорами на самом деле шутки в сторону даже они могут быть очень полезными чтобы записать какую-то супер важную информацию и вклеить в тетрадь идем дальше просто перед вами находится человек который уже полгода готовится к профиле математики и у него нету циркуля не спрашивайте пожалуйста как я открою окружности ну так вот у меня к новому году наконец-таки дошли руки и я купила себе циркуль конечно же в розовом как иначе макет на самом деле становится все более пустым я взяла еще один циркуль знаете я помню как я в магазине положила этот в корзину а потом нашла вот этот и поняла что конечно же мне нужно розовый но видимо вот этот я выложить забыла самые удобные линейки это длинные прозрачные линейки я не знаю что они можно рассказать но опять же для меня как для человека который готовится к профиле математики вряд ли что-то может быть важнее линейки и геометрия из последних покупок я взяла себе два обычных клея я никогда не пользуюсь никакими жидкими клеями тем более каким-нибудь клеем бывают потому что они очень сильно размачивают бумагу поэтому я не знаю что может быть удобнее обычных клеев карандашей и завершает мои покупки канцелярии два корректора один из них знаете как это обычно бывает функциональный в нем много метров как и в случае с клеями я никогда не пользуюсь жидкими корректорами я не знаю кто их придумал и кто ими пользуются потому что они мырают руки долго сохнут отколупываются а этот просто берет и аккуратненько замазывает и для такого дорожного варианта как раз этот самый маленький пинатчик я взяла маленький корректор вам наверное не стоит видеть все то что здесь происходит потому что это просто полный беспредел свой последний год я как и предыдущий буду заканчивать онлайн для меня это самый удобный способ как для человека который во первых живет на два города а во вторых ведет свой блог поэтому в этом году я хочу взять работу над ошибками и уделить больше внимания своему рабочему столу взять из него самое комфортное место для учебы вот так вот выглядит мой рабочий стол честно я не могу сказать что здесь какой-то огромный беспорядок но здесь все очень удобно во первых поверхность этого стола глянцевая я не могу не подкладывая что-то под эту мышку и пользоваться во вторых этот ноутбук он всегда будто валяется в третьих из-за того что для этого монитора нет никакой подставки эта клавиатура тоже всегда валяется я ее кладу на вот это подножье на котором она вообще болтается и очень не круто выглядит вот эти наушники обычно я их вешаю на вот эту лампу но с ними происходит вот это получается атмосфера какого-то беспорядка порядка почему я решила всерьез заняться этим столом так это потому что за ним я провожу все больше и больше времени том числе готовлюсь к игре от миссис онлайн школы умскул на этом компьютере я в восторге от формата занятий и их комфортного ритма во первых обучение проходит на современной онлайн-платформе где можно отслеживать свою успеваемость и индивидуально составлять программу подготовки исходя из своего уровня знаний и цели по баллам преподаватели помогут разобраться во всех темах которые могут встретиться на экзамене и научиться применять теорию на практике ее кстати очень много домашние задания пробники с детальной проверкой и работой над ошибками вы всегда можете получить развернутый ответ на любой вопрос по предмету от своего куратора каждому уроку предусмотрены и рабочие тетради и даже конспекты самих уроков это очень удобно таким реально крутым форматом онлайн школы умскул каждый может получить свои желаемые баллы поэтому оставляю вам ссылку в описании чтобы вы тоже смогли успешно подготовиться к егэ и огэ а по моему промокоду а не ру вас ждет приятная скидочка 10 процентов так что обязательно используйте идем дальше итак с озона мне пришли несколько посылок которые как раз таки помогут мне сделать апгрейд этого рабочего стола вообще изначально я вдохновилась вот этими фотографиями вот этими видео из пинтереста и тиктока и за основу брала именно их так что давайте вместе распаковываем все то что я смогла найти на озоне начнем наверное с вот этой подставки под наушники мне кажется на столе она будет выглядеть очень круто почему я хотела именно прозрачную вы сейчас поймете вообще по идее монитор компьютера должен находиться на уровне твоих глаз но честно говоря это уже второстепенный пункт почему я заказала эту подставку под монитор которую я сейчас усердно пытаюсь распаковать это было жестко не знаете вот уже второе видео подряд какой-то анбоксинг я не знаю как вам но мне это даже почему-то нравится так вот это вот такая прозрачная подставка под монитор и под нее можно класть клавиатуру чтобы она не валялась во всему столу или на основании компьютера и с вот этой подставкой под наушники это прям выглядит как комплект что касается глянцевого стола на который не реагирует моя мышка да и вообще в целом очень легко царапается я заказала вот такой розовый коврик мне кажется все вместе это будет просто в этом в это подставка для моего ноутбука я уже сказала что он знаете будто беспредельно валяется мне вечно по столу и мне хотелось обозначить ему какое-то место и я ее нашла она серебряная четко в ответ моего макбука готова и последняя посылка знаете как говорится мелочь но приятно как вы уже поняли я очень люблю разные стикеры разной полочки пометочки куда бы это все можно было приклеивать поэтому на озоне я нашла вот такую вот прозрачную полочку которая клеится непосредственно на вот эту вот нижнюю рамку монитора и соответственно образует такое дополнительное место для хранения она прозрачная сюда можно вертикально ставить телефон и здесь есть специальная выемка для того чтобы его можно было параллельно заряжать а